Ура! У домового появился походный инструмент, теперь можно на чердак лазить паять. Это называется плавающий дефект. Самый неприятный дефект, когда блок питания то работает, то не работает. И вычислить, почему это происходит, очень сложно. Сегодня в видео мы сделаем небольшой обзорчик вот этой новой паялки, сравним ее с моей удочкой, вот этой огромной телескопической. Насколько вот эта будет паялка удобнее. И конечно же тесты. Астрос тест будем устраивать вот на такой материнской плате от 775 сокета. Будем выпаивать самые злосчастные элементы. Помимо этого, я в этом видео буду также ремонтировать вот данный блок питания от телевизора Тошиба. По-моему Тошиба. В чем причина пока неизвестна, но он будет восстановить данную плату. Для этого я буду пользоваться своим новеньким паяльником. Буду его осваивать. Вы когда-нибудь слышали, как поют блоки питания? Как поют дрозды? Так вот, послушайте. Выходное напряжение 6 вольт. Поднимаю топ. Не только же мне блоки питания чинить. Надо же и обозреть что-нибудь, да? Вот такой, значит, мне, скажем так, подарочек приехал. Ну, как подарочек. Он оплаченный, но с хорошим таким крутым дисконтом, скажем так. Вот. И я думаю, домовой заслуживает такого хорошего подарочка. Значит, комплектация. Жир. Я взял самый жир. Это поставка для паяльника. Набор жал. 4 жала в комплекте. Вот такие коротенькие жала. Формата как... Ну, Т12 формально. Это у нас, если не ошибаюсь, по-моему, зарядка. Ой, шикарно, шикарно. У меня вот нет такой зарядочки. Прям вот 65-ваттная зарядка. Какая увесистая, качественная зарядулька. И так, сам паяльничек в футлярчике. Вот такое вот. Замечательно. И вот такие вот держатели. Сейчас будем со всем этим разбираться. То есть, вот такая комплектация. Жирненькая. Вот. Ну что, давайте осваивать. Что из чего тут состоит. Ну и начнем, наверное, с паяльничка. Паяльничка. Или нет? Паяльничек мы отложим. Давайте сначала соберем вот эту подставочку. Я уже у ребят видел. Там Бурда выкладывал. Свою... Свой подарочек. Вот. Будет интересно посмотреть. Ну, у меня такая же комплектация, походу, да? Да. Такая же комплектация. Ну, это вот такая простая подставочка. Ну, такая. Минимализм, скажем так. Сюда же можно вкручивать и уже непосредственно наши вот такие руки. Качественно все сделано. Очень удачненько, я бы сказал. Без уйсенцев. Ну, как бы обычно там, да? Ну и понятное дело, что комплект, полный комплект, по-моему, что-то в районе 5000 стоит. Вот. Но, вы знаете, иногда действительно помогают вот такие держатели. Они прям реально помогают. Здесь четыре крепежа. Прям здоровски вот так вот все выглядит. Я не часто, конечно, таким пользуюсь. Но иногда прям действительно это необходимо. Ну, это надо будет потом еще затянуть, болтишки. Вот. То есть, что-нибудь раз, там раз, закрепил, и потом можно паять. Устойчивость, конечно, ну, я вообще, честно говоря, такой. Вы знаете, все на весу, вот так вот паяю. Поэтому для меня, вот то, что там, она какая-то неустойчивая, да, вот, казалось бы. Ну, не знаю, в принципе, норм. Там, как бы, чпок, чпок, там плату, да, и можно вот подпаять так. Можно плату вот так разместить. Но, в принципе, удобненько, удобненько. Удобненько. Раз, и паять. Если кому-то вот, ну, не знаю. В принципе, это удобство. Кому надо, вот кто-то пользуется очень сильно вот этими руками. Очень довольно-таки неплохая конструкция. Ее, если укрепить, она будет прям железобетонно стоять. Я буду пользоваться? Да, наверное, буду пользоваться. А что нет-то? Иногда провода паяешь, и вот надо, блин, две руки, паяльник, третья рука нужна. Ну, как бы, неудобно. Поэтому это, в принципе, норм вещь. Вот эта губка, кстати, я уже рассказывал. Эту губку обязательно надо смачивать, и потом жало вытирать. Ну, я на Т-12 вот свою удочку уже забил. Не стал уже этим заниматься. Паяю напропалую. Поэтому, я думаю, жало здесь плюс-минус такие же здоровские, как на Т-12. По конструктиву они очень похожи. Жало Т-12. Так, где мои жало еще дополнительные? Очень похоже. Но они, видите, короткие. Вот такие вот коротенькие. Вот. И маркировка у них, значит, присутствует другая. Уже, соответственно, не жал Т-12. То есть, вот такая подставочка. Вот такие у нас жало. Жало у нас маленький топорик. Очень удобная штука, и на самом деле мне надо им пользоваться. Но я ленивая жопа, постоянно пользуюсь вот большим топориком. Но маленький топорик, это классная штука. Вот особенно паять СМД. Иголка. Ну, иголкой я, честно говоря, не пользуюсь. Такой конической, да. Ну, теплоемкая, хорошая жала. Но я тоже особо не пользуюсь. И БЦ-3. Третья пятка. Ну, как бы люди знают, очень сильно пользуются. Я вот в основном только кашечкой пользуюсь. И вот у нас в комплекте сам паяльничек. Здесь у него инструкшн. Ну, понятное дело, на английском и китайском. Но здесь минимум всего. Поэтому, я думаю, здесь и без инструкции можно разобраться. Паяльничек у нас находится вот в таком вот формате. Офигенском. Небольшом. Смотрите, по размеру. Вот он такой. То есть, формально, он короче на сантиметра, блин, 3, наверное, 4. То есть, само жало. Вот. Вот выступ горячей части. А здесь вот. Ну, как бы большая разница. Очень большая. Поэтому, я думаю, удобство здесь однозначно будет выше. Так. Тут уже, кстати, настроено жало так, что вот ты берешь. Вот это, я так понял, чехольчик. Это если ты будешь нагреваться. Использовать чехольчик вот тут. Раз. И паять. Ну, блин, здоровски. Удобно. Вот реально удобно. Классно. Ну. Вот так. Раз, раз, раз. Ну, мне, блин, конечно, после вот этой удочки удилище. Это просто божественная вещь. Прикольненько, прикольненько. Сейчас мы будем его тестировать. Металлическая ручка. Алюминий, может быть. Что-то такое. Ну, и стандартная тут. Гайка. Жало вытаскивается, сменяется. Ну, тут основное стоит жало. Кашечка. Здесь урезанная кашка. Поэтому я буду паять своим любимым жалом. Вот. Поворачиваем как надо его. Вот так, наверное. Затягиваем. Чехольчик. Не знаю, нужен чехол или не нужен. Но я так понимаю, что чехол все равно нужен. Потому что все равно будет нагреваться. Кстати. Если разобрать еще дальше. Тут еще дополнительная подставка. Вот такая. Ну, простенькая. Походная поставочка. Но вообще лучше эту брать поставочку. Ее разобрать, сложить. Я обычно не беру никогда подставку. Ибо. Почему? Потому что вообще для этого. Паяльника классно. Вот ты его положил. И он у тебя не вот так носом тыкается. Все. Плавит. А вот он у тебя лежит. И жало на весу находится. То есть, как бы отлично. То есть, в принципе. Можно даже подставку не использовать в походном варианте. Он прям вот удобство. Раз. Он либо так лежит, либо так. Все. То есть, он вот так не тычется. И это прям хорошо. Так. Значит, в комплекте у нас провод. Питание. Так. Длина его. Сейчас посмотрим вообще удобство длины. Это тоже немаловажно. Потому что длина порой очень важна. Хороший проводок. Мягенький. Отличный провод. В принципе, у меня тоже на Т12 тоже провод такой мягенький. Но толще и тяжелее. Прям вот он тяжелый, огромный провод. Здесь провод тоньше намного. По мягкости примерно такой же. Может чуть пожестче. В капельку. Но вот толщина и вес его однозначно прям выигрывают. То есть, если мы подключаем паяльник, вот так. То, в принципе, он как бы не тянет. Не тянет. Нормально паять. Я думаю, тут, в принципе, будет удобно. Так. Что у нас еще в комплекте? У нас еще в комплекте здесь есть припой. Ну, я припой, конечно же, буду, наверное, использовать свой. Каину. Каину синюю. Не знаю, как этот припой. Но я смотрел, ребята сказали, вроде как ничего. Такой вот припойчик. Ну, приятное, как бы скажем. Лишним не будет. Припой всегда нужная вещь. Вот. Поэтому давайте же приступим к включению и посмотрим, как он работает. Давайте же проведем тест на нагрев. Через свой любимый пилот подключил. Зарядочка на 65 ватт. Вот она. Через разъем PD подключено. Разъем PD. Вот. И, значит, будем смотреть, за какое время достигнет температура 300 градусов. Ну что, запускаем тест. Пошло включение. И пошла температура расти. Так, 200 градусов. Вот. Сет написано 300. Все. То есть, где-то, там, по-моему, 12 секунд. Ну, это от загрузки пилот включил пока. Потом это нажал. Ну, в принципе, 10 секунд. Все. Вот норм. Можно паять. Отлично. Вполне замечательный результат. Т12, в принципе, не намного быстрее, не намного медленнее. Ну, плюс-минус, я думаю, такой же будет результат по ощущениям. Но вполне годно. То, что такой вот зарядничек небольшой и можно пользоваться. Видим потребление в режиме подсоса энергии поддержания. Да, всего лишь 8 ватт. Вот. Ну что, давайте же попаяем. Мы же для этого его брали. Так, ну что, давайте же устроим стресс-тест. Я попробовал уже вот, выпаял транзистор. Это вполне годно. Ну, нормально. Но, опять же, на 300 градусах я как-то так и не смог выпаять. Приходится поднимать температуру. Нет, он держит отлично 300 градусов. Но нифига не выпаивается. Нифига. То есть, надо выше поднимать температуру. Давайте вот этот вот транзистор выпаяем. Как всегда, я пользуюсь на материнских платах вот такой каины. Это классный припой. Это нормальный припой. Вот этот припой только для блоков питания используют. Как для телевизоров блоков питания, так и для компьютеров блоков питания. Он довольно-таки тугоплавкий. Я всегда на 310 градусов им паяю. Поэтому, как бы, в данном случае я его не использую. Вот это самый топ за свои деньги, так скажем. Ну, на 300 градусов можно попробовать прогреть. Но я скажу, что у меня что-то на 300 градусов не получилось ничего. Вот. И я ушел на 350. Ну, я обычно, когда вот такие теплоемкие элементы, теплоемкие дорожки, я всегда температуру поднимаю где-то там 340, 350, бывает там 370. Вот. Я Т12 паял железки. И когда паяешь железки, давайте поднимаем сразу температуру, как бы, что париться. Ну, 350 градусов, я считаю, это вообще как бы, ну, лично я считаю, не знаю, может быть, какие-то-то профессионалы скажут, что это много, но я именно вот паяю и не парюсь. Силовые такие элементы с большими дорожками смело паяем при высоких температурах. Вот он пошел, MOSFET, все отлично, он уже отпаялся. Сейчас мои задние лапки ему. Оп, и все. Ну, норм, видим, 350 он так и держит, он чуть выше поднял, видать, немножко убежала температура. Как бы тут вот нормально. Как бы тут все отлично. Но на 300, понятное дело, тут нифига не светит. Ну, хотя с разбавленным припоем, я думаю, теперь и на 300 выпоется он отлично. Вот. Вот такие дела. Мосфетики извлекаются, как видите, без напряга, то есть, причем я пинцетом стоял пинцет, нагревал и пинцет, и, соответственно, и паяльником. Ну, и как бы здесь проблем нет никаких. Ну, что еще можем выпаять? Давайте попробуем выдернуть вот эту колодку. Колодочку. Колодка, дип, панелька. Давайте попробуем. Ну, не знаю, на 300 градусов прогреет. Я, честно говоря, уже давно просто материнские платы не паял. Не помню уже, какую температуру выставлять. Надо вспоминать уже. Давайте опять 350 выставим и попробуем выпаять. Всегда смачивайте, иначе с материнской платы она многослойная. Не так просто выпаять элементы. Так, смочили. Пинцет заводим вниз и аккуратно, небольшую нагрузку на колодку, то есть, давите вниз, чтобы она, когда пойдет вниз, спокойно могла идти. Не сильно надавливайте, чтобы не вырывать никакие ножки. Не переживайте, дорожки вы не перетрете, то, что вы возите. Так, ну, а, соответственно, аккуратно надо просто возить. Вот, и здесь ничего сложного. Паяльничек раз, лег, лежит, все отлично, никаких проблем. Вот я выпаял. Видите, все четенько, все красивенько получается. Никакого физического прям вот большого воздействия, то есть, давление делать не надо. Это паяльничек удобный, и он, в принципе, свою функцию отлично выполняет. Я помню, как я еще старыми паяльниками, блин, возюкаешь, 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 и никак не получается тебе выпаять. Давайте вот этот массивный дроссель постараемся выпаять вот с материнской платы. Да, это довольно-таки массивный элемент. Его, конечно, никому не надо выпаивать, ну, по жизни. Так, ну, вот тут я держу, в принципе, вот, 350 градусов, как бы норм. Вот, поэтому, ну, мы для эксперимента. Конечно, тут такой припой, он прям вообще не хочет прогреваться. Я скажу, очень прям не хочет прогреваться, но ему придется прогреться, потому что вариантов не оставим. Мы не сдадимся. Нам нужен результат. Скажу честно, такой элемент непросто выпаять. Это так кажется смешно и тому подобное, но такие элементы очень тяжело паяются. Тем более, видите, площадка большая у него, да и сам он какой. А еще припой. Тут такой припой, что его, ну, не так просто смочить. Когда он смочится, температура сразу понизится до нормальных значений. Вот. То есть, вот только мы только смочили. Все. Вот теперь процесс пойдет веселей. То есть, мы смачиваем. И дальше уже, опять, аккуратненько заводим пинцет. Пинцет это основной инструмент, и он должен быть у каждого нормального ремонтера. Поэтому все ссылочки на приборчики и тому подобные расходники вы найдете в описании под роликом. Ну, не хочет, не хочет. Вообще не хочет. Ага, пошел, пошел. Не сильно так надо давить, чтобы не вырывать. Пошел. А вот здесь эта сторона пока не хочет. Ну, не хочет, не хочет. Прогреваем оба контакта, потому что получается так, что один контакт будет идти, другой не идти, и он как бы перекашивается. Поэтому надо обязательно сразу одновременно два контакта прогревать. Так. Это мы выпаяли. И теперь давайте попробуем. Ага, пошел. Да. Конечно, я такие элементы ни хрена не паяю никогда. Ну, вот он у нас отпаялся и висит с соплей. Давайте уберем его, чтобы он не болтался. Ну-ка. Да, его перекособочило. И вот он. Блин, он просто на самом деле выпаялся, оказывается. Но из-за того, что вот этот вот контакт тянул. Ну, вот смотрите, что у нас получается. Вот такой вот элемент. Понятное дело... Ну, я еще, честно говоря, у меня такого прям опыта нет, такие вот элементы выпаивать. Мне просто нигде это не требуется. Вот. Но я решил просто попробовать, не для того, чтобы хохму развести, да, что и рукожоп, и рукоблуд, и тому подобное. А просто показать, что данным паяльником, в принципе, то есть без применения какой-то сверхсилы, вот я выпаял, как бы все окей, у меня получилось. Вот. То есть как бы нормально. Просто у меня не хватает опыта для того, чтобы извлечь этот элемент быстрее. Паяльник свою функцию просто выполняет. Я не выполняю той функции, которую надо выполнять. Вот. Давайте выпаяем вот такой конденсатор на материнской плате. Допустим, надо будет поменять кондерчик вздутый. Ну, в данном случае эти конденсаторы не дуются в основном. Но они имеют свойство прям вот вытекать. Это реально действительно так. Вот. И опа! И он прям легко выпаивается, потому что температура, ну, жала. Во-первых, 350. Во-вторых, ну, здесь хоть и массивный элемент, но по всей видимости тут две только основных дорожки, которые супер емкие. Давайте вот этот конденсатор попробуем выпаять. Вот здесь. А вот здесь должен тяжело выпаиваться конденсат. Я просто помню, я как-то, ну, было дело на своей материнской плате. Менял дорожки и прям, ну, я не помню. Я настолько помню намучился. А еще, как бы, ну, опыта-то нет по ремонту материнских плат. Вот. И это все на самом деле не так просто, как кажется. Да. Ай, нет, горячий. Нагревается. Нагревается конденсатор. И его лучше пинцетиком. Прогреваем вот. Давай, 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 давай. Вот прям чувствуется, как вот здесь много слоев. И из-за того, что вот этот тугоплавкий припой, он во многих слоях находится, тяжело извлечь конденсатор. Видите, да? То есть, в принципе, в принципе, офигенски. То есть, офигенски. Но, опять же, я паю на 350 градусов. Кто-то скажет, может, это много. Но, я думаю, для такого толстого текстолита, я считаю, это адекватная температура. 350 градусов. Обычно я на своем Т12, блин, и 370 скручу, и было как-то, и 420 выставлял. Но, удивительно, удивительно, жало до сих пор работает, и я его не заменил. Да, у меня такое есть ощущение, что оно, так скажем, как бы, такое ощущение, что оно, как бы, потеряло ту игривость, те краски, ту жизнь, которая была вот с новым жалом. Вот я сейчас новым жалом пользуюсь. Чувствуется прям очень хорошо, взаимодействует с платой, с припоем. Прям вот отлично. О-о, пошел, пошел. Опа. Да, и вот, оп, выпаяли. Ну, то есть, классненько. Вообще, офигенски. И мы раз ложим его, видите, он лежит и как бы не касается. Вот. То есть, самую главную функцию, то есть, я для чего этот паяльничек у меня будет, в первую очередь, для ремонта материнских плат. То есть, надо будет кондерчики поменять. Вот, дроссель мы выпаяли, отлично получилось. Мосфет тоже, но нормально. Но обязательно надо будет разбавлять. Можно, конечно, воздушные станции вот эти элементы выпаивать. Ну, я не знаю. Я как-то больше что-то паяльнику доверяю. Воздушная станция как-то меня прям не воодушевляет. Ну, в воздушной станции можно вот здесь контроллер был, контроллеры снимать. Но запаивать все равно ты потом проходишься паяльничком. Поэтому, ну, не знаю. И чтобы было не скучно, потому что не люблю вот эти простые обзорчики. Вот, ну, что это такое там, попаяли что-то, нам нужен результат. Значит, первый ремонт этим паяльником. Сейчас посмотрим, на что он способен. Итак, значит, ко мне пришла вот такая вот плата от блока питания Toshiba или Toshiba. Как хотите, называйте. Значит, ситуация с ней такая. Не хочет работать телевизор. То есть, при подаче питания на данный блок, материнка никаких телодвижений не создает. То есть, не горит индикатор, ничего. Мне пришла вот чисто вот такая плата от моего знакомого товарища. И он просил, что это подарок. Там чей-то подарок крутейший, вот этот древний кусок. Ну, ладно. Как всегда, мы любим древнятину всякую ремонтировать. Ну, дабы получать опыт-то интересно вот на таком Г. Вот. И, значит, нам надо отремонтировать данную плату. Вот. Я, короче, что, посмотрел на ней. Ну, коротких замыканий нет. Все с ней отлично. И, что самое интересное. Я сначала такой думаю, блин, а как я буду без материнской платы разбираться? У нее две вот тут колодки, два шлейфа. Йоксель-моксель. Выходных напряжений, как таковых, ничего не подписано. Блин. И название телека я пока как бы не знаю. Ну, можно узнать будет. Ну, как бы, думаю, блин, ну, как всегда. Ремонт вслепую. Ну, думаю, ладно, разберемся. Блок питания здесь простенький совсем. Входной каскад. Конденсатор один. И дальше стоит шимка. Шимочка у нас вот эта. Она запитывает... Она сбрасывает энергию через вот этот силовой транзистор. С этого конденсатора через свой трансформатор. И все это раздается на два диода шотки. Вот эти... А, нет, вру. Не на два диода шотки. Это раз диодная сборка шотки. Это вторая диодная сборка шотки. А вот здесь вот он, диод, идет на запитку вот этой микросхемы. Эта микросхема управляет звуком. Это как раз тут где-то раздел саунд. Вот подписан саунд. То есть звуковой раздел. И он отвечает... И вот как раз запитывание звукового драйвера, там, микросхемы усилителя, идет именно отдельное питание. Почему отдельное питание? Ну, так меньше шумов приходит... Нету петли, вот этой земляной. И, соответственно, нету наводок на блок питания. Ой, на усилитель мощности. Соответственно, здесь будет довольно-таки неплохой звук. Без супер помех. То есть у нас получается три выпрямителя. Раз напряжение, два напряжения, три напряжения. Одно напряжение уходит сюда. То есть непосредственно можно даже не... Хотя надо разомерить, что там происходит. Второе напряжение вот это 5-ти вольтовой линии, я так подразумеваю. Вот это высоковольтовая линия. То есть 12-15, не знаю, может быть 20 вольт. Вот эти два транзистора. Это, наверное, MOSFET-ы. Подразумеваю, что это MOSFET-ы. Ну-ка, фокусируй. Ну, они что-то балуются. Не хочется фокусировать. Что эти делают MOSFET-ы? Эти MOSFET-ы раскачивают вот эти два трансформатора, которые запитывают лампы CCFL. Да, такая вот древнятина. Ну да ладно. Это уже второе. Что нам требуется? Нам требуется отремонтировать блок питания, потому что, по всей видимости, он не выдает никаких напряжений. Ну и чтобы чинить что-то, давайте его подключим и посмотрим, действительно ли нам подсунули нерабочую плату. Может быть и плата-то рабочая. Давайте же. Я уже обзвонил, короткого нигде нет, поэтому, в принципе, включать можно без лампы. Да и предохранитель целый, ничего и не будет. Вот. И замеряем напряжение выходные. Итак, первые замеры. На холостом ходу, в принципе, можно подключить. Я посмотрел, тут резисторы нагрузочные есть. Они хоть и минимальный ток создают, но, в принципе, они свою функцию будут выполнять. Один щуп кидаем на минус общий. Тут минус. И проверяем 5-ти вольтовую линию на диоде шотки. Напряжение 6,18. Немного высоковатое, но у Toshib, я заметил, у них всегда напряжение 5-ти вольтовой линии 5,8. У них даже по инструкции 5,8 там устанавливается напряжение. То есть, в принципе, как бы, ну, нормально, наверное, скажем. И 12-ти вольтовой линии у нас 13,57. Ну, я думаю, тут, в принципе, нормально. Так, это я просто щупом отвел. И давайте посмотрим запитку sound. И здесь у нас 18,17,3 вольта. Ну, в принципе, как бы норм. Единственное, вроде бы, как бы, немножко, вроде завышенная 5-ти вольтовая линия, но я думаю, это нормально. Но это в холостом режиме. Но мне-то сказали, что блок питания что-то не работает. И давайте же, значит, нам надо нагрузить 5-ти вольтовую линию. Если нету ничего, как бы, работоспособности нет материнской платы, значит, 5-ти вольтовую линию надо нагрузить током, ну, порядка там, хотя бы, хотя бы, на полампера. В идеале данная линия 5-ти вольтовая нагружается до, если я не ошибаюсь, до 2,5 ампер, потому что только матрица точит порядка 800 миллиампер, плюс там на преобразователях, плюс на процессор уходит, плюс и всякие-всякие мелочевки. Ну, короче, пусть, ладно, полтора ампера, полтора ампера, но мы будем нагружать одним ампером. Чем мы будем нагружать? Будем нагружать вот таким вот моим удобным тестером, это обычный USB-тестер, это нагрузка на 15 ватт. Замечательная штука, очень удобно, рекомендую, ссылочки в описании. Сейчас мы вызвоним дорожки, куда нам запаяться надо, и все будет понятно. Итак, значит, дорогие друзья, наконец-то ремонтиц. Ищем, значит, 5-ти вольтовую линию. Так, нету, 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 что-то там мигнуло, но это не то. О, раз, два, три. Вот, три контакта, это у нас 5-ти вольтовая линия. Замечательно. И надо найти у нас 12-ти вольтовую, так, чтобы было, как говорится. 12-ти вольтовая линия, она должна быть где-то рядом. Вот она. Два контакта. Два контакта. То бишь, переворачиваем. Вот наша 5-ти вольтовая линия получается. Вот это. Да? Нет? Нет. Ну да. Вот она. Сюда будем припаивать нашу вот эту нагрузочку. Так, и 12-ти вольтовая линия, чтобы нам было понятно. Ну, ее бы в идеале тоже нагрузить, но... Так, нет. Где-то вот тут звонилось. Да, вот она. Вот она, наша 12-ти вольтовая линия. Все, два напряжения мы вызвонили основных. Но мы будем подпаиваться только на 5-ти вольтовую линию. И, конечно же, наша первая запайка будет вот этим паяльничком. Вот, вот. Вот так я люблю. А вот эти просто обзорчики, это кому-то надо, а? Ну, кому это нужен результат? Так. Подаем питание. Запускаем паяльничек. Я не знаю, вот эту кнопку он просит нажимать. Это для нагрева, что ли? Ага. Ну, наверное. Ну, ладно, в принципе. Как бы. Ну, там можно, по-моему, автоматический старт поставить. Ладно, потом как-нибудь разберемся. Это все фуфло. Это не важно. Главное, что 300 градусов держит и паяет. Остальное мне больше и не надо. Так. Есть контакт. И минус мы припаяем вот на общую. А, Таньки. Вот. Все, мы... Так, ну что. Теперь подаем питание и смотрим, что будет происходить. Блок питания завелся, но он чертовски поет. Смотрим. Напряжение-то 5,6 вольта и всего лишь нагрузка 150 миллиампер. Поднимаем нагрузку. Блок начинает петь. Еще сильнее петь. Еще сильнее петь. Слышите тональность? На 350 миллиампер нагрузил, а он поет, зараза. И напряжение просело до 4,5 вольт. Пляшет напряжение. Видите? Просело напряжение. Давайте одним ампером нагрузим. О, полампера и уже 3 вольта. Это плохие дела. У нас блок питания не держит нагрузку. Не держит нагрузочку. А все почему? Потому что у нас проблема где-то на выходе или в обратной связи. Давайте разбираться, в чем причина. Кто здесь виноват? Итак, что мы имеем? Несмотря на то, что у меня нету под рукой сейчас ни интернета, ни схемы, ни названия телевизора, ничего, мы просто смотрим. Вот у нас самое главное это 5-ти вольтовая линия и самое главное это 12-ти вольтовая линия. Почему эти две линии меня интересуют? Обычно только 5-ти вольтовая линия, но в данном случае именно две. Потому что все эти два напряжения приходят на обратную связь вот на эту ТЛ. То есть, в первую очередь, конечно, смотрится по 5-ти вольтовой линии, но и 12-ти вольтовая линия тоже она заглядывает туда. Но она как заглядывает? Она в первую очередь заглядывает, если будет на ней короткое замыкание. Я так подразумеваю. Если короткое замыкание или перегрузка по этому, то будет давить на вот сюда. Вот. То есть, у нас обратная связь осуществляется через оптопару и вот этот ТЛ-431. на шимочку. И шимочка здесь 55-31. Не знаю, что за шимка, поэтому назвать ее, как правильно она, не могу. Вот. Поэтому у нас в первую очередь под вопросом конденсаторы. Но они выглядят вроде бы очень дееспособно. И вроде с ними проблем не должно быть. Пуканы у них не подрывают. Да и силовая банка вроде бы выглядит неплохо. И ничего плохого нет. Вот. Я пробежался ESR-тестером по конденсаторам. Особенно посмотрел вот этот конденсатор. Никаких проблем нет. Он в отличном состоянии. Вот эти отдельно стоящие. Ну, вот эти два запараллельных сложно оценить. Но вроде показал, что что-то там вроде рабочее. Вот. Поэтому как бы сильно претензий к конденсаторам я не предъявляю. Вот. Поэтому тут проблема, мне кажется, с чем-то связана с обратной связью. По всей видимости. Либо здесь проблема, либо здесь проблема. Либо все-таки, наверное, конденсатор какой-то умер. Но этот конденсатор относится вот сюда. Он никаким образом не влияет на обратную связь. А вот эти два кондерчика. Вот этот, вот этот и вот этот. Но этот, ладно, после дросселя. Он как бы не интересен. Вот эти два конденсатора. Они, конечно же, вот сюда работают. И как раз они воздействуют на обратную связь. По идее, их надо бы выпаять и проверить. Но я что-то посмотрел. Ленюсь, не хочу их выпаивать. Хотя есть потемнение. Но это потемнение... Не знаю, от чего. Может быть. Быть. А может и не быть. Вот. Поэтому я сейчас, наверное, посмотрю, что творится осциллографом на выходе 5-ти вольтовой линии. И мы увидим, если большие там пульсации по 5-ти вольтовой линии, то виноваты, конечно же, конденсаторы. Ну, небольшую нагрузку кинем и будет сразу видно. Чтобы подцепиться осциллографом, припаиваем специальные вот такие ножки конденсаторные, чтобы можно было нормально измерять наши пульсации. Сейчас мы подпаиваемся к выходу 5-ти вольтовой линии. Отличный паяльничек. Рекомендую. Вот. И будем смотреть, какие пульсации. Это прям важно. Мы узнаем косвенно. Мы поймем, что проблема тогда в конденсаторе. Но это не факт. Но что-то, блин, мне кажется, конденсаторы исправны. Так, товарищи, значит, я запитал всю эту байду, и мы видим... Ну, что мы видим? Сейчас нулевая нагрузка практически, и как бы мы ничего здесь такого не видим. Но при повышении нагрузки мы видим сильных прям вот пульсаций. Я вот не вижу сильных пульсаций. А, вам нихрена не видно. А вот так видно. Вот так видно. Сейчас режим DC у меня, и я вот повышаю нагрузку, и мы видим, как напряжение падает. Видите? Ну, как бы я не вижу, что тут прям какие-то пульсации. Такое ощущение. Но это уже получается после фильтра мы смотрим напряжение. А если напряжение... Смотрите, какой резкий скачок. Раз. Оп. То есть, ну, не похоже на конденсатор. То есть, я нагрузку чуть-чуть даю. Смотрите. О. Нагрузку стал держать. Стал держать нагрузку. Опачки. Вот. 5. 5,27 уже 760 милливольт. Поднимаю ток. Блок. Уже 1 ампер 5,25. Все. Заработал блок. 1 ампер 5,35. Только что не работал. Ну и все. Понятно. И эта проблема не с конденсатором. Но блок вот поет. А снижаю нагрузку, блок поет. Поющий блок. Ну, кстати, тоже бы они, да, вот, кстати, поющие такие. Еще раз поднимаем. Стабильно держит 6 вольт. Пол ампера. 700 мА. Так, поднимаю уже. 1 ампер уже 5,56. Это нормальное напряжение. И мы видим, все у нас нормально. То есть, ничего не произошло. Мы ничего не сделали. Мы всего лишь нагрузили и погоняли блок питания. И он у нас заработал. Это называется плавающий дефект. Самый неприятный дефект. Когда блок питания то работает, то не работает. И вычислить, почему это происходит, очень сложно. Так что имейте в виду. Это то видео, которое надо посмотреть. Включаю блок питания. И даю ему остыть. Посмотреть, как будет опять снова вести себя после подачи напряжения. Вот, даже сейчас просело напряжение. Давайте попробуем включить и посмотреть, что здесь же сейчас будет происходить. Подаем питание. Поднимаем ток. Поднимаем ток. И он держит. Держит нагрузку. Ну вот, значит надо, чтобы блок полежал, отдохнул. Короче, в чем-то причина и явно не в конденсаторах. Это явно не конденсаторы. Конденсаторы так себя не ведут. Если бы был конденсатор дохлый полностью, да, при нагреве он, конечно, свои свойства поднимает. Но не до такой степени, чтобы сначала не держал нагрузку и потом начал хорошо держать нагрузку. Я не верю в такое. В такие чудеса. Здесь попахивает обратной связью. Либо оптопара, либо ТЛК. Что очень может быть что-то, что-то. Прям вот как мне фиг делать. Сложно сказать. Сложно вычислить конкретно, что именно это будет оптопара. Или именно будет это ТЛК. Потому что бывает, ТЛК прикидывается как рабочая, но при определенных моментах она работает, но рывками. Вот рывками срабатывает. Вот. Поэтому тут сложно судить, кто виноват. Бывает оптопара. Работает-работает, потом начинает срываться и перестает работать. Поэтому сейчас буду отлавливать этот момент и дальше буду снимать видос. Спустя сутки плата вернулась в свое стабильное положение. Видим. Плавает напряжение. 4,5 вольта. Нагрузка 300 мА. Увеличиваем нагрузку. Напряжение падает вон до 3,5-3 вольт. Ну что. То есть, представляете, надо было подождать целые сутки, чтобы отследить, что же с блоком питания произойдет. Вот. Поэтому ролики затяжные, очень тяжело снимать. Это вот на камеру как бы получается все долго. А так, конечно, я бы уже перелопатил бы несколько элементов и уже бы запустил бы блок питания без всяких проблем. Для того, чтобы определить, что обратная связь хандрить или нет, нам надо вот сюда запаять меточку. Вот такой крючочек. Сейчас мы вот здесь запаяем. Постараюсь никакие элементы не нагревать, потому что бывает от нагрева немного восстанавливается работа. Отличный паяльничек. Вот. Поэтому будьте осторожны. Не спешите. Значит, как здесь что работает? Вот наша ТЛ-ка. Раз, два, три лапки. Это ТЛ-ка. Вот наша оптопара. Раз, два. Три, четыре лапки. Значит, именно вот этим диодом управляет 12-ти вольтовая линия. Вот этим диодом. То есть 12 вольт приходит вот через эту перемычку, ускакивает вот сюда по дорожке, и вот делитель ограничивает ток через вот эту оптопару. Вот. Но управляет самой оптопарой, то есть создает делитель, и непосредственно 5-ти вольтовая линия. Сюда заходит чисто 5-ти вольтовая линия. Вот такая коллаборация двух напряжений создает обратную связь для шим-контроллера. Сюда я буду запитывать наш осциллограф, чтобы посмотреть, что у нас происходит. Итак, смотрим, как отработает ТЛ-ка. Так, поставим, наверное, триггер поставить и запускаем. Смотрим. Значит, что у нас тут показывается. Видим большой размах. Так, у нас 12 вольт вот приходит, как раз управляет ТЛ-очкой. И видим вот эту вот частоту, которая образовывается. Это отрабатывает ТЛ-ка. То есть она пытается удержать стабильное напряжение на выходе 5 вольт. Так вот, вот эти вот броски, которые образуются, это говорит о том, что большой идет размах у ТЛ-ки. Тем более сейчас блок полностью не нагружен. То есть минимальная нагрузка сейчас на блоке, а здесь уже такой огромный размах. То есть ТЛ-ка не успевает отрабатывать. То есть ее как бы подклинивает. Ну, лично я так думаю. Может быть и ошибаюсь, но, по крайней мере, по моим наблюдениям, это похоже именно на реакцию ТЛ-ки. Давайте же попробуем увеличить нагрузку и посмотреть, насколько увеличатся вот эти вот пульсации, скажем так. Но это не пульсация, это работа как раз ТЛ-ки. То есть она пытается сначала открыться, потом, когда проходят определенные, определенные начинают светить оптопары, обратная связь срабатывает, оптопар начинает светить, и шимка подает больше тока. Больше тока подает, соответственно, видит на выходе ТЛ-ка по 5-ти вольтовой линии, что напряжение поднимается выше нормы, ТЛ-ка начинает отрабатывать, и вот эти вот скачки, как раз это работа ТЛ-ки происходит. Но обычно, по моей практике, ТЛ-ка должна примерно работать в режиме 600-700 милливольт. Здесь же, судя по нашей развертке и амплитуде, мы видим здесь, блин, не знаю, 2 вольта, если не 2,5. То есть, очень большой вот это вот амплитуда размаха. Но это без нагрузки. Давайте же увеличим нагрузку и посмотрим, какой будет результат. Я не ставлю триггер и подаю питание. Так, и давайте же уменьшим вот так время, вот так, в реальном времени, чтобы было видно хорошо, и увеличиваем нагрузку. Мы увеличим... Так, нет, сюда. Мы стараемся увеличить нагрузку. Так, и чуть-чуть опустить, да? Ну, давайте уменьшим вот так. Счеты моросишь. Вот, увеличиваем. Смотрите, мы увеличиваем нагрузку и пульсации еще больше становятся. То есть, так, нажмем на стоп. Чуть-чуть моросит этот самый осциллограф, но... Какой я первый раз вижу? Абру-кадабру. Смотрите, у нас получается вот перепад. Вот этот перепад. Очень большой. Получается, что 8 вольт. Ну, что-то не верится, что 8 вольт. Хотя, да, судя по тому, что тут такая частота, это больше клетки, а у нас одна клетка 5 вольт. И это говорит о том, что тут большие, большие перепады. То есть, тормозит у нас 100% ТЛ-ка. Надо ТЛ-ку заменить и посмотреть, какой будет результат. Оптопара, она в принципе... Ну, она тоже может подобным образом себя вести. То есть, ТЛ-ка пытается как бы отработать, но оптопара подтормаживает. Да, такое тоже может произойти и с оптопарой. Но что-то мне подсказывает, вот это вот прям чисто, плохая работа ТЛ-ки. Предлагаю без заморочек заменить данный элемент. Произведем пайку. Так... Опа! Извлекли микросхему. Да, это микросхема. Это набор... Куча элементов. Поэтому... Это никак не просто стабилитрон. И устанавливаем. Так... Вот такой вот... Кия 431А будем менять на вот такую БУ-шатинку. Ну-ка... Сможешь сфокусироваться, а? Вот тебе автоматическая фокусировка. Ну... Ладно. Не хочется показываться. Согласно вот распиновочке, также устанавливаем нашу микросхемку. Вот так. И... Нашим новым паяльничком все благополучно запаиваем. Кстати, паяльничек реально подсасывает до 70 Вт с данного адаптера. Я, кстати, сейчас посмотрел. Вот. Вот этот паяльник 70 Вт сосет по Вт-метру. То есть, по Вт-метру... Ну, то есть, судя... Ну, получается 75 Вт отсюда берет. То есть, переобразовывает через зарядку. Соответственно, сюда поступает меньше по Вт. Вот. Поэтому... Имейте в виду, если будете пользоваться другим адаптером, чтобы был достойный адаптер, чтобы быстренько нагревалось жало. Говорили, что данный паяльничек греется в течение 5 секунд, но реально нет. Не 5 секунд, а в районе 10 секунд. Я вот так вот. До 30... До 300 градусов порядка 10-12 секунд. Быстрее 8 и точно не нагреется. Поэтому, кто там про 5 секунд говорит, не верю. Это вранье. Вот. А так паять удобненько. Неплохо, неплохо. Так, ну что? Пробный запуск. Что у нас получилось? Нет. Подаем питание. Холостой режим. Ну, тут стабильно. И смотрим. Вроде нет таких пульсаций, дерганий. Повышаем нагрузку. Пошла нагрузка. Не появляется прям таких импульсов, выбросов. Так, нагрузка уже 800 миллиампер. Напряжение около 6 вольт. 5,9. Так, 1 ампер. 5,92. Пульсации этих нету. Все-таки мы угадали. Это была ТЛ-ка. Ее колбасило. Как видим, все замечательно. И вот смотрим. Между прочим, видим, все равно он показывает, регистрирует 1 вольт. Вот эти колебания. Под нагрузкой в 1 ампер. То есть, есть колебания. Если мы переключимся на АЦ и поставим режим авто, то мы увидим эти броски. Вот они, броски. То есть, это отрабатывает ТЛ-очка. Смотрите, они какие большие довольно-таки. Но, до этого были намного больше и теперь все восстановилось, все нормально работает. Но, по мере уменьшения нагрузки, эти броски будут уменьшаться. Так, давайте уменьшим вот мы уменьшаем и видим, броски эти уменьшаются, амплитуда этих бросков. Вот, вообще, нулевая нагрузка и видим, вот, бросочки 800 мВ. Ну, обычные 600-700 мВ, но здесь 800. Ну, не знаю, с чем это связано. Сложно сказать. А, нет, вот 0. 0, вот. Вот 0, 0 нагрузка и практически броски эти ушли. Видим, 300 мВ. То есть, чем больше нагрузка, тем сильнее вот эти броски отрабатывает Телочка. Вот, имейте в виду. Так что, вот такой вот ремонт, эксперимент. Как раз и посмотрели, как ремонтировать. Посмотрели, обозрели данный паяльничек. Вполне годный инструмент. Что могу еще сказать по нему? А стоит ли брать или не стоит, это уже ваше дело. Мне в принципе понравился. Неплохой. Офигенский адаптер. Я просто кайфую. Это очень удобно. И сразу быстрая зарядка для телефона и сразу зарядка для вот этого паяльника. Не берите меньше 60 Вт. Это же на 65. Не берите меньше 60 Вт, потому что когда идет нагрев, с Ваттметра берет 75 Вт. поэтому имейте в виду слабая зарядка. чтобы полностью раскрыть потенциал этого паяльника, слабая зарядка сюда не годится. Конечно же, можно запитать его от 12 В, от 5 В, но, соответственно, вы получите уже не сколько там, 75 Вт, на нем 72 Вт паяльник этот. Вот. Не такие, конечно, мощности вы получите, а получите, соответственно, Ватт 10 Вт, 20-25 Вт. Ну, все в зависимости от питания. Чем меньше питание, чем меньше ток, соответственно, нагрев будет медленнее, но вполне будет все сносное. Я посмотрел другие тоже обзорчики, паялись от повербанков с быстрой зарядкой, но у меня, к сожалению, такого нет, я не пользуюсь повербанками, всегда паяю в основном дома. Но, кто, например, сигнализацию устанавливает, в принципе, вот такая штука удобна, кто пропаивает контакты, кто любит именно пайку, вот установщики сигнализации, я знаю, некоторые пропаивают, дополнительные релюшки внедряют и вот непосредственно в машине запаиваются. А вот 12 Вт, он тоже будет отлично работать и свои функции выполнять. Вот, неплохой паяльничек, все отлично, так скажем, совместили ремонт с вот таким вот обзором паяльничка. Что я могу сказать? приятно, когда получаются ремонты, приятно работать хорошими инструментами, когда у вас есть и осциллограф, глаза, скажем, мастера, и такие вот примочки. Все это классно, все это здорово, все это облегчает ремонт. Вот эти показометры, он хоть и показометр, да, он не сильно точный, но в принципе очень удобный, комфортный, недорогой копеечный. Вот, поэтому стоит его брать или не стоит, думайте сами. Вот эта штука вообще там 250 рублей стоит, вот эта нагрузка, по-моему, около 300 рублей стоит. Ну, в принципе, вот-вот уже какой-то инструмент маломальский, да, и вы уже можете пользоваться. Не только тестировать зарядники, блоки, блоков питания, но и использовать вот эти вот всякие штучки, дрючки в ремонтах. Прям отлично помогают. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Домовой. Все ссылочки на ингредиенты, которыми я пользуюсь, внизу в описании. Покупайте небольшой, там, скажем, маленький донатик мне будет прилетать, но там он совсем крохотный, и вы не думайте, что я там прям обогащаюсь. Максимум, что я только элементную базу какую-то куплю, не более того. Ну, и всякие расходники мелкие-мелкие. Дорогого ничего не получится с этого, никак не выгодить. Поэтому не думайте, что там за счет Ютуба можно обогатиться. Ну, такое себе. Вот. Всем крепкого здоровья, удачных ремонтов, и, конечно же, на новую встречу на канале Домовой. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова